Великой нашей Советской Державы Они шли убивать Было утверждено три плана План Барбаросса, план Оз и план Голод По которым наша страна не должна существовать Русский народ должен быть расчленен и разделен Столицы нашей страны Москва и Ленинград Должны быть снесены с карты земли и затоплены войной Это шла дикая орда империализма Самая злобная сила, которая когда-либо была на планете Для того, чтобы расправиться с великой советской цивилизацией По которой показала миру, что можно во главу власти Поставить человека труда, справедливость и дружбу народов Эти сверхчеловеки шли расправляться над всеми Приказы Гитлера и его команды были категоричны Не щадить никого, ни женщин, ни детей, ни стариков Спалить всех, кто только откроет рот или попытается сопротивляться Сталин это почувствовал еще в 31-м году Когда собрал передовиков производства, заявил Наш не раз громили за отсталость Нас били турецкие беки и шведские феодалы Японские бароны и буржуи Англии и Франции Нас били за отсталость Или мы пройдем за 10 лет то, что Европа прошла за 50-100 лет Или нас сомнут И великая советская держава Которая еще недавно распалась И собралась в форме Советского Союза Прошла этот уникальный путь Построили 9 тысяч лучших заводов Создали 100 лучших педагогических институтов Целые научные школы и великолепные отрасли За 10 лет на своих конвейерах и лабораториях Освоили невиданную помощь и эффективность технику Фашисты под свои знамена Собрав все заводы, все аэродромы Все порты Европы Которые раздавили хваленную французскую империю За 44 дня А соседние страны оккупировались за несколько часов Столкнулись в первых же дней страшным сопротивлением Я читал дневники фашистского генерала Который собирался взять Брестскую крепость за 8 часов Он на 20-й день написал Мы попали совсем на другую войну Это люди, которые не сдают свои пяти земли Когда они вторглись в Смоленскую область И под ельни получили удар наших славных катюш Они почувствовали, что сопротивляется Великая индустриальная держава И когда они захватили Две трети европейской территории Тем не менее, не нашли ни одного завода, который бы работал Полторы тысячи заводов было отправлено за Волгу И 10 миллионов человек Которые с листа начали производить лучшую продукцию Всего на пять месяцев промышленность сдрогнула А с декабря 41-го года уже стало набирать оборот Великая советская страна продемонстрировала и классное образование Один из фашистских генералов говорил Мы проиграли войну не только Красной Армии Мы проиграли войну советскому учителю Который за несколько лет подготовил храброго солдата Великолепного командира И очень патриотичных, смелых героев Мы гордимся великой советской эпохой И нашей победой Но мы должны знать и помнить следующее Еще не закончились новые учения Таких крупных не было с 90-го года Которые катятся по Германии По Польше По Прибалтике Всего в нескольких километрах от нашей границы Маршируют американские и английские солдаты Уже натовцы снова приняли решение Разместить в Прибалтике 4 новых батальона по 1000 человек Американцы, англичане и даже немцы Которым урок битых фашистов оказался не впрок Готовы сам разместить там такой же батальон И Прибалты которых не научила ига немецких баронов Мы прямо заявляем сегодня Мы наследники великой советской державы И русской воинской славы Мы выжили в этой истории Благодаря семи битвам от Чудского озера Через Бородино, Куликово поле, Полтау Сталинградское и Курское сражения Через битву под Москвой Мы выдержали, выстояли и победили Мы возьмем с собой наследство В связи с героизм великой тысячелетней эпохи В которой 700 лет мы вынуждены были провести в боях и походах Отставив свою правду, свое достоинство и свою свободу Здесь у нас собралась молодежь Хочу обратиться персонально к вам Вы должны помнить, что в этом мире Выживут сильные, умные, храбрые, умелые и успешные Вы должны взять с собой все лучшее Из нашей великой эпохи Вы должны взять героизм наших отцов и дедов Вы должны взять с собой мужество тех Кто отстоял независимую державу Мы не нужны были этим западным покровителям Ни в форме Московского царства Ни Российской империи Ни Советского государства И сегодня в форме олигархическо-капиталистической России Мы им вообще к черту не нужны Мы нужны для того, чтобы обслуживать их капитал И их доходы Мы нужны для того, чтобы обслуживать нефтегазовую трубу Карьер или сыповал Но для этого не надо 150 миллионов человек И 30 достаточно Все, что делали последнее время власти нашей державы Это называется сдача национально-государственных интересов Она началась с предательства идеи октября и победы Горбачева и Ельцина Она затем продолжилась в экономической политике Которой по дешевке были распроданы Тысячелетние предприятия и наша культура Но мы выстояли, выдержали Народ и молодежь оказались сильнее Их антисоветской, антирусской, русофобской пропаганды Они оказались мощнее ударов современного империализма И электронного облучения Они оказались храбрее тех всех Сукинов-суновых предателей Которые списали нашу державу И стали смотреть хвост дядю Сэма И облизывать его сапоги Мы никогда ни перед кем не склоняли головы Но мы заявляем Самого великого величия Наша держава за тысячу лет Достигла форме Великой союзной советской державы Только за то, что мы победили В мае 45-го За ракетно-ядерный паритет и прорыв космос Нам поставят Самый великолепный памятник Потомки на любом суде истории Но надо помнить Сегодня нас обложили снова Сегодня отдушат по всем направлениям И санкциями, и информационной войной И захватили уже матерь городов Русский Киев И развязали войну на Ближнем Востоке Накатываются натовские волны Я хочу напомнить Почему они накатываются Потому что вы в 90-е годы Отдали распродажу нашей собственности В руки таких жуликов, как Чубайс Их стероушных покровителей Потому что вы согласились Обслуживать натовцев Когда открыли базу в Ульяновске Слава Богу, мы ее выдавили Потому что вы не возражали Когда натовцы и американцы Высаживались в Крыму 10 лет назад В Феодосии А мы там собрали тысячи людей Чтобы выдавить оттуда И выгнали их тогда Вы надеялись, что вас будут любить Вас возьмут в восьмерку И вы будете сидеть с ними на общих правах Ничего подобного Пока вы не отдадите им наши гигантские природные ресурсы Они не успокоятся Для этого мы должны реализовать нашу программу Наша программа 10 шагов в достойной жизни Которую мы вынесли на выборы Начинается с национализации Минерально-сырьевой базы Огромной державы Она должна служить каждому из вас И мы в этом отношении Все миллионеры, а не нищие Мы должны все сделать Чтобы восстановить мощный сектор Государственной экономики И отрегулировать цены Иначе в большой и холодной стране Вы ни с кем не будете конкурентами Надо дать доступное, бесплатное образование Каждому молодому человеку Плоть до высшего И первое рабочее место Тогда можно уверенно смотреть в будущее Надо все сделать Чтобы кормили свои таланты А не отправлять их за кордон И все сделать Чтобы каждый труженик Рабочий, крестьянин, учитель, врач Инженер, ученый, военный Чувствуются достойно Ибо их позиция Их квалификация Определяет судьбу И нашу безопасность Все это и есть в нашей программе Выборы в сентябре Это все равно Что июнь 41-го И август 91-го Если продолжится нынешняя политика Передайте всем Будет хуже Нас уже загнали в тупик И будут добивать Если нам удастся с вами Переломить ситуацию А для этого есть все условия Надо прийти к каждому избирателю Сказать Вот наша программа Вот наша команда А у нас наиболее талантливые люди Работают и в Государственной Думе Только что третью лекцию Прочитал Жара Салферов Гений Прочитал лекцию Эйнштейн Социализм и современность Он привел слова Гениального физика И математика Эйнштейна Который в 49-м году сказал Почему социализм Только он Справится с войной И позволит Раскрыть таланты Трудового народа И обеспечить мир на планете У нас работает Мельников С своей командой Которая подготовила Закон образования для всех Этот закон можно завтра принять Если будет необходимое количество депутатов Кашин провел целую серию Великолепных чтений и слушаний Подготовил пакет законов Подъема производства Поддержки села И защиты экологии Их завтра можно принимать Наша молодежная команда Новиков, Афонин, Тайсаев и другие Все сделали для того Чтобы выстроить информационную Организационную вертикаль А Калашников стал звездой на телеэфире Отстаивая международный интерес Вам есть за кого голосовать В каждой области и республике Вам есть кого поддержать Ибо мы все эти годы Были верны идеалам социализма октября Красному знамени победы И подвигу наших отцов Мы достойны того Чтобы народ поддержал нас И мы вместе с всеми патриотическими силами Сформировали правительство Народного доверия Правительство национальных интересов Оно мирно, демократично Проведет преобразование И все будет достойно Мы снова поднимем Высоко знамя нашей державы Высоко знамя Всех молодых людей Которые будут гордостью нашей страны Я вас призываю Быть верны нашей победе Помнить те уроки Июньского 41-го И не допускать Дальнейшей агрессии натовцев Но лишь сильными Умными, грамотными, образованными Мы можем справиться С этой задачей Вперед! К новым победам! Ура! КОНЕЦ КОНЕЦ